Доктор Олтером Кайзером Доктор Кайзером окончил университет Брэндайса, где и защитил докторскую степень, затем преподавал Уитон Колледж, стал профессором теологии Ветхого Завета в Trinity Evangelical Divinity School в Чикаго, а потом занял пост вице-президента и декана этой семинарии. А в конце своей карьеры служил профессором и президентом Гордон Конуэлл Theological Seminary. Эти два последних учебных заведения, которые возглавлял доктор Кайзер, являются наиболее выдающимися евангельскими богословскими школами в Соединенных Штатах. Доктор Кайзер хорошо известен своей весьма утвержденной точкой зрения, вдохновленной Писанием о достоверности Библии и своей неукоснительной поддержкой мессианского движения с самого его зарождения в 70-х годах XX века. Он постоянно преподавал в наших школах и на конференциях, помогал нам вот уже на протяжении 40 лет, так что это честь приветствовать вас и представлять вас нашей аудиторией. Спасибо вам. Это честь, как и всегда, быть тут. Мне приносит радость, возможность служить и делиться с вами словом. Доктор Кайзер, у меня много различных вопросов к вам. Первый из них будет относиться к вашим взглядам на теологические проблемы. Второй будет касаться библейской герменевтики. Далее перейдем к вопросам толкования Библии и другим вопросам практического богословия и переводов. Можете ли вы продемонстрировать нашим зрителям вашу книгу «Обещанный Божий план. Библейская теология Ветхого и Нового Заветов»? Вот она. В ней представлена теология фундаментального единства между еврейской Библией и новозаветными писаниями. Книга рассказывает о фундаментальном богословском единстве в Библии. Можете ли вы рассказать, что вы понимаете под «Обещанным планом» и «Едином унифицированном плане Божьим»? Что я пытаюсь раскрыть, так это собрать великие слова, которые мы можем найти в обоих заветах и которые говорят нам об одной непрерывной истории, ее целях, едином Божьем плане, объединяющем все вместе. В Ветхом Завете мы встречаем целое созвездие терминов. К примеру, слово «благословение», которое встречается 80 раз только в одной книге «Бытие» и продолжается через слово «диберт» говорить, которое более 30 раз в разных переводах Библии встречается также в английском варианте как «обещание», ну а в Новом Завете слово «обещание» так или иначе более всего встречается как имя существительное, прилагательное и глагол, и практически каждое из 27 книг Нового Завета, кроме пяти, и отсылают при этом обратно к Ветхому Завету. К примеру, Павел, стоя перед Агриппой, который представляет Рим в то время, говорит ему, «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим Отцам», 12 коленом, Деяние 26 глава, стихи 6-8, то есть Он объединяет все Писания в краткое слово «обетование», данное от Бога. То есть это и слово от Бога, с которого начинается, и его исполнение, конечно, но большинство людей забывает про тот исторический способ, который позволил оживить слово Божие. Очень важно говорить и о слове, и о том, что Бог творит сквозь историю и время, и затем наступает исполнение обещания. Большой частью Божьего плана является спасение через Мессию, посредством которого воплощается исполнение обетования и его восстановления. О чем вы говорите в вашей книге? Скажите, пожалуйста, вот возникают дебаты на эту тему, насколько ясно вы видите мессианские пророчества как часть этого плана? Насколько они исполнились на Ишуа? Я думаю, весьма убедительный текст на эту тему можно найти в конце Евангелия от Луки, 24 главе, когда по дороге в Имаус Ишуа останавливает двух людей, идущих от них. Они, должно быть, шли, ожидая у моря погоды. Ну, конечно, прямо так не сказано в тексте, но видно, что они пребывали в некой прострации, о горчении, и в конце он говорит им с долей раздражения, о несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что написано обо мне. И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. То есть Ишуа считал, что все это непрерывная история, которая говорит о нем самом. Великий план, то, как Бог принесет искупление всему миру, всем народам, во-первых, Израилю, затем приходит благословение остальным народам. Некоторые люди не считают те пророчества, которые мы считаем мессианскими, что они о Мессии. Могли бы вы привести одно или несколько, которые бы весьма однозначно были бы мессианскими пророчествами? Есть непоколебимые, как четыре скалы, четыре пророчества, вершины скал. Бытие 3.15, обещание, данное Еве. Бытие 12, обетование Аврааму. Вторая книга царств. Семь обещания Давиду и Иеремия. 31 глава обещания о Новом Завете. Обещание Еве самое первое, когда оба, и Адам, и Ева, впали в грех. Бог говорит, что Он положит вражду по отношению к змею. Имеется в виду не то, что теперь девушки будут от страха прыгать на стул при виде змей. Но Бог говорит, я положу вражду конфликт между, первое, змеем, второе, женщиной. Еврейское слово змей, ханахаш, в тексте и женщиной, но также говорится и номер три, между семенем змея и четыре, семенем ее. И вот теперь евангельская часть дает силу семени человеческому. Он в оригинале не употребляется местоимение «она» или «оно», а «он». Змей будет жалить его в пяту, но он разобьет голову змею. И я полагаю, что змей здесь имеется в виду дьявол или сатан. В случае с Авраамом, Авраам был призван из Ирака. Это было как путешествие по вере. И в то же время побег, должно быть, он был одним из наиболее богатых людей того времени, потому что мы видим, что он торгуется и с фараоном, и с Авимилехом, царем филистинским. Он был птицей высокого полета. Но Бог дает ему обетование, дает народ, потомство, дает ему землю, и он даст ему наследие евангельское. «В тебе благословятся все народы». Так Павел пишет в Галатам 3.8. Вы это видите? Это благая весть, это Евангелие. Говорится, через тебя получат благословение все народы земли. Это подобно Иоанну 3.16 в Ветхом Завете. Бытие 12.3. И дальше, во втором царств 7, третий замечательный текст, когда Бог избирает восьмого, не первого, второго или третьего, а восьмого мальчика-пастуха. Не из городских центров, но он был из Бейт-Лейхема. Пастух. И Самуил помазывает его под направлением Бога, и Бог отвечает, говорит ему, «Я возьму твое, твой сын будет моим сыном, и буду отцом его, дам ему и трон, и династию, и царство, которому не будет конца». И тут говорится о еще одной удивительной вещи в Библии – процессе творения. Мы можем проследить сквозь Библию линию спасения и линию творения, которая приходит к Царству Божьему, а та – к искуплению Божьему. И во 2 Царств 7.19 говорится о том, что будет дана для людей инструкция, как обетование, и обетование в том, что будет инструкция – Тора. вот Тора для людей, и это будет закон для всего человечества. И, наконец, пророчество о Новом Завете в Еремии 31 главе, которое, по сути, повторяет 70% предыдущих трех, но и добавляется 30% нового, с чем мы ранее не сталкивались. Замечательно. Хочу спросить, а ваша идея того, что единым центром Библии является обещанный план от Бога, но другие также предлагали в качестве такого объединяющего центра идею Царства Божьего, и идея такая, что Царство Божье уже наступило, но оно еще грядет, но еще не настолько. Это сильно видно у Джона Латта, американского теолога, и Оскара Кульмана во Франции. В вашем богословии есть место для этого, как быть с грядущим царством, которое будет с Ишуа, насколько это вмещается и как в обещанный план? Эта терминология уже пришедшего еще грядущего Царства восходит к первому посланию Иоанна 3.2. «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». То есть используется одновременно и аспект «сейчас», и аспект «еще не наступило». И это справедливо по отношению к тому, что в наших сердцах уже утвердилось Царство Господа, но полностью придет оно ко всему нашему телу, ко всем людям, ко всем народам мира. Амин. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok